Жми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Дружище, у тебя не хватает денег на все плюшки нового обновления? Хочется полетать на самолётах, покататься на спорткарах? Не вопрос, рекомендую тебе вот эту группу по прокачке GTA 5 Online, проверенную лично мной. То есть, имеется 100% гарантия того, что тебя не обманут. Низкие цены, десятки отзывов. Группа может работать абсолютно на всех платформах. PlayStation 3, PlayStation 4, Social Club, ПК и Xbox. А также действуют бонусы при покупке любого набора по прокачке. Поэтому не упусти свой шанс и скорее переходи по ссылке в описании и прокачивайся именно здесь. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Райли. Я очень рад приветствовать вас на своём канале. Я надеюсь, у вас сегодня день проходит так же прекрасно, как и у меня. Ну и приветик от меня сегодня получает Роман Скоров. Приветик тебе, Дима Круглий. И большой пламенный приветик тебе, Евгений Грибанов. Спасибо вам, друзья, огромное за то, что вы меня смотрите. Вы самые лучшие. Мне ваша поддержка очень приятна. И что ж, ребят, сегодня мы с вами сделаем кое-что очень необычное. Недавно я задумался, а могут ли, ребят, закончиться патроны у НПС в GTA San Andreas. Я думаю, все гонялись от копов в San Andreas. И да, если погоня была длительной, то у CG заканчивались патроны. И нам приходилось вводить код на оружие. Вот. И смотрите, если же у CG могут закончиться патроны в перестрелке, так почему же они не могут закончиться у противников, да? Как по мне, это вполне логично. Вот. И давайте сегодня это, ребят, проверим. Если они смогут закончиться, то как себя поведет НПС? Поедет ли он обратно в участок, чтобы пополнить боезапас? Или же начнёт, не знаю, драться кулаками, либо же, не знаю ещё, ребят, что можно ещё придумать. Но давайте это, ребят, сегодня проверим. Я надеюсь, у нас это получится. И надеюсь также, что этот экспериментик вам понравится. Ну что же, погнали. И давайте сейчас, знаете, представим то, что мы играем без читов. Да, машинка задом едет. Вы сами могли видеть. Я не знаю, что это за баг, ребят, в San Andreas. То, что машины иногда, знаете, хлоп, переворачиваются и едут задом. Очень интересный момент, поразительный на самом деле. Как я уже сказал, мы не будем использовать чит-коды. Представим, что мы честный игрок. И хотим провернуть данный эксперимент. И, соответственно, нам понадобится какой-то транспорт, да, который противники не смогут взорвать. Обычная машина нам не подойдёт, потому что копы там её просто-напросто взорвут. И давайте, знаете, что мне пришла такая мысль в голову? Подождём поезд. В GTA San Andreas есть такая фишка. То, что, знаете, поезд иногда сходит с рельс, да. При этом наберём себе парочку звёздочек. Давай сейчас это сделаем. Так, братишка, стопэ. Вылази, нам нужен твой поезд. Не думал, что набрать три звезды так. Что? Это как? Вы видели? Машина? Сама сейчас ехала. Это просто поразительно. О! Что? Ребят. Вот это поворот. Всё, ребят, набрали мы три звезды. И давайте сейчас сядем в этот поезд. И, знаете, попыт... Чего? Это... Она сама едет! Я никогда в жизни такого не видел. Чтобы в San Andreas машина ездила без водителя. Ребята... Как видите, там нет, там нет никого. Там никого нету. Ну-ка, а если её взорвать? Она хоть будет гореть? Да, она взорвалась. И, надеюсь, она больше за нами не будет преследовать. Что-то меня поразила эта тачка. Давайте сядем в этот поезд. И пустим его сейчас с рельс. У нас есть три звезды. И мы сейчас, можно так сказать, в бронепоезде. Нас никто не сможет взорвать. Потому что поезд, насколько я знаю, бронированный. И никакое поле его не прошивает. Давайте сейчас поедем задом. И я помню, что когда-то лет 10 назад, когда мне было лет 10, 9, да, в 2008 году, я помню, балывался одними такими фишками, садился на поезд и ехал вокруг карты. И в какой-то момент у меня просто он сходил с рельс. Пробовал я ехать и задом, и передом. Конечно, смутно я это всё представляю. Но я точно помню, что мой поезд сходил с рельс. И я был просто этому поражён. Тогда не знал, что вообще такое может быть. Сейчас около Лос-Антоса должен быть крутой поворот. И поезд просто-напросто должен слететь с рельс. Надеюсь, у нас это сейчас получится. Да! Отлично! Поезд просто-напросто вылетел с этих рельс. И у нас, ребят, три звезды. Сейчас должен, по сути, налететь на нас спецназ или что-то в этом роде. Я не могу сменить камеру. А не, смогу. Могу! Отлично! Камера сменилась. К нам приезжают сейчас сватовцы. Надеюсь, они сейчас будут нас обстреливать. Да! Да-да-да-да-да! Смотрите! Смотрите! Первый пошёл. Два копа в нас сейчас стреляют. Этот паровоз ни в каким образом не сможет сейчас взорваться. Мы сейчас наблюдаем это зрелище. Посмотрите, они сейчас у нас стреляют. И интересно, закончатся ли сейчас у них патроны. Поэтому, ребят, давайте сейчас немножко подождём на ускоренной перемоточке. Продолжение следует... Ребят, вы на это посмотрите! Посмотрите на это! Они просто... Они просто уходят! Вы это видите? Я сейчас перевернулся, и ко мне набежала полиция. И давайте всё-таки это всё проверим. Теперь уже во второй раз. В прошлый раз что-то они там, знаете, вдвоём стреляли, что-то мучились. Я в этот раз хочу, чтобы ко мне прилетело... Приехало огромное количество людей, которые бы пытались меня арестовать. Да, вот посмотрите, уже летит ко мне сват, и... Всё, всё! Начинается, ребят, перестрелочка. И давайте теперь будем на это смотреть. У кого впервые закончатся патроны, и что, в принципе, будет. Погнали! Как мне кажется, люди с автоматами истратят свои патроны быстрее, чем с пистолетами. И да, хотел сказать то, что из перевёрнутого поезда они тебя не будут вытаскивать. Да, не знаю, почему такой баг происходит, но, как видите, они нас не пытаются вытащить из кабины. Они просто тупо стреляют. Ну, в общем, давайте дальше смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, ребят, смотрите, я сразу этого не заметил. У парня закончились патроны, и он начал меня просто мутузить кулаками. Это просто какой-то парадокс. Его свои сейчас, мне кажется, прищучат. Я наблюдал за этими ребятами, и уже у второго закончились патроны. Это просто немыслимо, ребят. Я это сделал. Всё-таки у них не бесконечные патроны. Поразительно. Посмотрите, насколько это выглядит забавно. У них просто тупо кончились патроны. И они начали просто нас руками мутузить. А если же тут будет орда вот этих всех полицейских, да, и у них закончатся патроны, то есть они тебя просто окучат, не знаю, со всех сторон окружат, и начнут бить кулаками. Вот это логика Rockstar. Всё-таки они сделали не бесконечные патроны. Можно сейчас ещё кого-то подождать. Я думаю, кто-то из вот этих ребят сейчас закончит. У кого-то сейчас кончатся патроны из этих вот четырёх. И тогда можно ещё раз посмотреть на это зрелище. Вот у одного закончились патроны. Да, я поймал этот момент. И вот он, вот он начинает нас мутузить кулаками. Но сейчас он, наверное, попадает под обстрел своих. И сейчас есть огромная вероятность, что он погибнет, ребят. Да, его сейчас... А, нет, он не умер. Вот, ещё один. Пошёл в бой, ребят. Ну, это выглядит просто потрясающе. Я думаю, такую вещь за 13 лет, как существует GTA San Andreas, никто не знал. Даже я, ребят, только сейчас это всё проверил. Ну, ну серьёзно, ну не может быть то, что у них могут быть бесконечные патроны. Если у CJ даже заканчиваются, то почему у них они должны быть бесконечные? Да, смотрите, у нас было 4 звезды, сейчас стало сразу 5. До того, что они своего устранили и нам добавились без общей логики. Опять же, ребят, логика Рокстара. Так что, ребят, как-то так. Я думаю, этот экспериментик получился просто сногсшибательным. Я надеюсь, он вам понравился. Ставьте большущий палец вверх. Если не знали то, что у полицейских не бесконечные повтори, ставьте большущий лайк. Вот, подписывайтесь, если оказались здесь впервые, чтобы ничего не пропускать. На моём канале также рассказывайте своим друзьям. Они тоже будут просто-напросто шокированы. Делитесь обязательно с этим видео. И будем, я думаю, на этом заканчивать. Ставьте большущий палец вверх, если вам понравилось. Ещё раз повторю, подписывайтесь на мой канал, если оказались здесь впервые, чтобы ничего не пропускать. На моём канале жмякайте обязательно на колокольчик. Ну, а с вами был, как всегда, Райли. Желаю вам всем удачи. С вами с таким же классными. Никогда, друзья, не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего вам всем настроения. И увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok